Доброе утро или добрый день. Как мы и говорили, что случилось. Никак адвокат Инга Габелая Геноевна никак не успокоилась. Ее угрозы перешли уже не просто угрозы, а в ход. Сегодня 8 часов утра. Я по 8 приблизительно вышла, мне надо было в сухом. Отец меня провожал, и я увидела машину, которая уже дня 2-3 просто охраняла нашу калитку практически. Все наши выезды, заезды и все остальное. И по 8 смотрю, она там стоит. Я подошла, причем сфотографировала и номера, и цвет машины. И там сидели люди. Сейчас не могу видеть с машины, кто там именно сидел. Отец меня посадил в маршрутку, я уехала. Буквально через 15 минут звонит мама. А он вышел и пошел в ту сторону выкидывать мусор. У нас там свалка мусорная. Они сзади подошли, ударили. Он валялся и произносили одни и те же слова. В принципе, как все это время и происходило. Что я и мой брат должны выступить и сказать, что все, что мы сказали про Ингу, то, что она не отработала полтора года ничего и еще без нашего ведома решала судьбу моего брата, что мы выступить должны сказать обратно, что мы наговорили на Ингу, что все это неправда, а то, если она лишится адвокатского мандата, подчеркиваю, то они нас убьют. Они его добивали. У него куча ушибов, травм, сотрясения. На лице уйма травм, которые видны. Он сказал, заднего не будет. Можете меня убить, но этот вариант просто не рассматривается. Они его добили. Ветерана Отечественной войны. Человеку 62 года. Он сердечник. Я хочу обратиться к коллеге адвокатов, который уже месяц не может рассмотреть данный вопрос по данному делу. Я насколько понимаю, вы туда обращались. И причем не раз. Я писала заявление на имя коллеги адвокатов. Это заявление было написано 13 сентября. Уже почти ровно месяц. Я звонила Чагава. Я звонила Розе из Антария. Я их всех обзванивала. Причем периодически. В неделю раза два-три. Я их всех предупреждала, что это закончится кровопролитием. Они это специально оттягивали. А если бы они его убили бы, дальше какой вопрос был бы к ним? Почему за все это время никто из них никаких мер не предпринял? Хочу задать вопрос им. Произошло нападение. Так понимаю, вашего отца избили. Обратились ли вы в правоохранительный орган? Да, я обратилась в МВД. Я написала заявление. И причем заявление на Габилаю Ингу Геноевну. Это одно заявление будет. Второе, я пока придержусь. Я знаю, кто нападал, на какой машине, с какой целью. Если ничего не поменяется, то будут называться имена тех. И поверьте, не просто имена, там будут факты. Я так понимаю, что весь этот конфликт в такой острой фазе разгорелся именно после того, как ваш брат, а потом и вы рассказали о своем адвокате Инге Габилаю, которая, если коротко, то работала против своего подзащитного, то есть вашего брата. Хорошо, я понимаю, у вас есть претензия, вы обратились в соответствующие органы, в палату адвоката и так далее. Но почему, как вы думаете, это перешло вот в такое поле? Ну, видимо, я ей не впервые такие вещи делать. Я так думаю. Просто, видимо, кто-то побоялся, остановился. А я не побоялась и пошла дальше. Вот и вся проблема. Если человек так уверен в своей работе, если я ее оклеветала, как она говорит, почему же она не вышла в суд с заявлением о том, что ее оклеветали, а вместо этого пугает людей? Уже действия пошли. До этого были просто разговоры. А теперь уже и действия идут. А теперь уже я точно не остановлюсь. А если бы они его убили бы сегодня? Человек-сердечник. Чем это чревато? Дальше мы еще не знаем, какие последствия будут от всех этих побоев. Кто мне будет за это отвечать? Инга? Или, может, коллеги адвокатов, которые месяц тянут резину? Когда им нужно, они за день все решают. Однако, тут у них и комиссия закончилась на нас, и никак они собраться не могли, тем более ККС еще не назначили. Интересно, какая у них выгода от этого?